Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Светлана Ширяева, SmartMoney24. И сегодня мы узнаем все секреты этого новейшего сервиса, о котором многие из вас слышали, но не все еще видели. С нами Светлана Ширяева. Светлана, добрый день! Здравствуйте, здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, все, кто меня слышит! Всех приветствую! Взаимно. Я считаю, что мы очень правильно сделали, что вас пригласили, поскольку вы директор по развитию российской компании Вермиллион и знаете все секреты, о которых нам как раз и расскажете. Прежде всего, конечно, вопрос. В чем основная идея вашего сервиса? Какую услугу вы оказываете на рынке? Ну, как все слышали, я представляю сервис SmartMoney24. Мы предоставляем торговые сигналы по основным типам рынка, такие как Форекс, Фьючерсы МВБ РТС и американские Фьючерсы Семи Групп. Почему эти рынки? Потому что по нашим исследованиям эти рынки являются наиболее популярными среди русскоговорящего населения. Понятно. Хорошо, спасибо. Хочу вам сказать, что мы достаточно часто сталкиваемся с этими сервисами. Периодически у нас в эфире люди появляются, обсуждаем, услуги предлагаются. В чем вы видите вашу фишку, ваше преимущество по сравнению с другими услугами такого же типа, которые предлагаются сейчас на рынке? Ну, Игорь, сегодня на самом деле очень много предложений торговых сигналов. Мы анализировали все предложения. Но дело в том, что, во-первых, у нас не просто предложения торговых сигналов, а мы предлагаем сбалансированные торговые портфели по самым ликвидным рынкам мира. Плюс, давайте посмотрим вообще на рынок торговых сигналов на сегодня. Что люди предлагают, как они это осуществляют. Просто большинство трейдеров сегодня работают рыночными ордерами. Что это значит? Значит, что у их клиентов недостаточно времени и не всегда хватает действительно времени для того, чтобы зайти в сделку. Потому что, пока ты руками выставишь все это в торговом терминале, все цифры, цена уже ушла далеко. Мы же, в свою очередь, работаем отложенными ордерами. То есть, у наших клиентов всегда есть время для того, чтобы выставить все необходимые цифры, для того, чтобы войти в сделку. Плюс, у нас есть мессенджер. И это является нашим большим плюсом. Мессенджер – это программа, которую мы разработали специально для того, чтобы наши подписчики смогли получать наши торговые сигналы. Эта программа работает на компьютере, на мобильном телефоне и через планшеты. То есть, человеку не обязательно постоянно находиться у компьютера. Ему не нужно постоянно проводить какой-то анализ. Он может в это время вообще идти в магазин, например, или находиться на отдых. Ему приходит через наш мессенджер торговый сигнал на телефон. Телефоны мобильные всегда при нас. Он выставляет этот торговый сигнал и занимается дальше своими делами все легко и просто. Тем более, сегодня, когда практически у каждого брокера есть мобильные терминалы, это сделать очень просто. Действительно. Понял. Светлана, я вижу, что вы даете цену входа. Я вывел ваш сайт на экран. Вы даете цену входа, целевая цена выхода, take profit и цена ограничения, будь то, stop loss. Это приходит в одной смс-ке. Да, абсолютно верно. Хорошо. Абсолютно верно. Целевую цену входа, выхода, stop loss. Это мы все даем. То есть все необходимые параметры для того, чтобы человек сам ничего не анализировал, ни над чем не думал, не тратил свои нервы в постоянном раздумье. Войти, выйти, выйти, выйти. Нет, этого не нужно. Поставил, выставил stop loss и все. И занимайся дальше своими делами. Живи спокойно. Поняли вас. Это хорошая идея. Такой вопрос, Светлана. Когда есть прибыль, все нормально, все довольны, все друзья. Если человек заплатил за месяц, а получился упыток, что происходит в этой ситуации? Ну, это очень хороший вопрос, Игорь, задали. Я вас благодарю. Потому что вот здесь заключается очень серьезная гарантия с нашей стороны. И очень серьезный наш плюс. Потому что если по каким-то причинам месяц был нулевым или убыточным, то мы продляем подписку нашим клиентам до тех пор, пока у них как минимум не окупится стоимость подписки. То есть наши клиенты никогда не потеряют. Они всегда будут в плюсе. Я понял вас. Это действительно очень хорошая система. И я сижу, пытаюсь вспомнить, слышал ли я о такой услуге или нет. Вроде бы нет. Парни, если кто-то слышал такое, дайте мне знать, потому что я точно не слышал. Людмила, я вижу, пишет, киньте ссылку. Ну, ссылочку, конечно, сейчас дам. Павел Давыдов спрашивает. Ссылочка в чате. Павел Давыдов спрашивает. У вас есть API? Допустим, я хочу интегрировать ваши сигналы в своего робота напрямую. Павел Давыдов, известный российский программист. Он думает, чтобы сигнал это прям в систему шел. Я поняла. Чтобы ушел прямо в систему. Давайте уточним. Мы знаем, что вы не начальник отдела программирования. Вы директор по развитию. Давайте уточним. У специалистов, Павел, мы уточним и к этой теме вернемся, вам ответим. Сейчас пока все настроено, я так понимаю, на наиболее удобный уровень, чтобы это было удобно для всех, у кого есть мобильный телефон, независимо от уровня образования технического человека. Чтобы было все очень быстро. Ну, в общем-то, на мой взгляд, очень правильно. Светлана, у меня вот такой вопрос. Я слышал, что система рисков именима в таком случае и рекомендовать очень трудно. У вас как-то связана система рисков с вашей системой торговли по торговым сигналам? Да, безусловно, Игорь, это тоже является одним из наших больших плюсов. Вы просто, вы отличные вопросы задаете, видимо, вы анализировали хорошо наш сайт. Давно живу, Светлана, поэтому... Наверное, еще большой опыт, да. Игорь, действительно, мы разработали систему риск-менеджмента. То есть каждый человек в зависимости от своего депозита может сам рассчитать, определиться с суммой, которой он готов рисковать. Он в программе задает в риск-менеджменте вот эту вот сумму, которую он готов рисковать. И ему приходят торговые сигналы уже с объемом лота, в котором необходимо входить в сделку. То есть ему самому не нужно ничего рассчитывать. Ему приходит готовое решение, он просто все выставляет в торговый терминал. Плюс он там и стоп-лосс есть, и все остальное, да. И он никогда не потеряет больше необходимой суммы. Понятно. Поняли вас. То есть почему это сделано? Потому что сами мы работаем с небольшими рисками. У нас риск самый большой – это 5%, не так, как у остальных трейдеров, да. И, ну, некоторым нашим клиентам может показаться, ну, скажем так, они хотят больше доход, да. Ну, естественно, если больше ты доход хочешь, то выставляй больше риски. Поэтому мы разработали вот эту вот программу, когда они могут увеличить свои риски, соответственно, в случае прибыли увеличить и свои доходы. Поняли вас. Спасибо, Светлана. Следующий вопрос задает Денис Наумов. На каком принципе формируются сигналы? Фундамент, теханализ, инсайт. Светлана, есть ли инсайт, не признавайтесь. Ну, у нас работает профессиональная команда трейдеров, которые постоянно отслеживают рынок. У них есть свои торговые стратегии, они на рынке уже, многие из них очень давно. Вот, они отслеживают рынок и подстраиваются, соответственно, под него. Таким образом, выходит торговый сигнал. Ясненько. Спасибо, Светлана. Следующий вопрос у меня такой. Я услышал о вашем сервисе год назад где-то. Полгода назад мы с вами познакомились, насколько я помню, в сентябре, да. Вот. И у меня вопрос, вот, как, чтобы вот вас люди узнали, сколько прошло времени с момента запуска, когда люди вот уже о вас начали узнавать, когда вы начали работу свою. И как, у меня важный вопрос еще, как долго вы создавали эту систему? Я вижу, там достаточно навороченная система. Вот сколько у вас заняло времени ее создать? Игорь, ну, сам проект, он был запущен в 2014 году. Хотя, на самом деле, наша команда, команда трейдеров, работает вместе уже на протяжении последних пяти лет. Просто, вы правильно обратили внимание, там не просто сайт, а это очень, там очень серьезный движок, там большое количество программ, и до сих пор программисты этот сайт усовершенствуют. И на протяжении этого времени сайт разрабатывался. Вот. В 2015 году, ну, 2015 год он у нас все-таки ушел на отработку некоторых недочетов. Например, в ходе работы мы выяснили, что текст на сайте написан достаточно сложным языком. То есть он написан для профессиональных трейдеров. А так как среди наших клиентов далеко не все профессиональные трейдеры, у нас действительно есть и домохозяйки, и вообще люди, которые имеют мало отношения к трейдингу, то сейчас на сайте ведутся работы по упрощению информации. Но я хочу обратить внимание всех слушателей, что работа сервиса никаким образом, на работу сервиса это никаким образом не влияет, сигналы как поступали, так и поступают. Вот. Плюс, Игорь, ну, каким образом мы тестировали нашу программу, наш сервис, да? В 2015 году вот мы, в общем-то, связались с нашими друзьями-инвесторами, которые являются неуспешными трейдерами, но почему-то все равно находятся в рынке, хотя эта ситуация достаточно распространена. Мы предложили им с нами сотрудничество, предложили вместе зарабатывать. Они, естественно, согласились, стали работать по нашим сигналам, и мы от них получали обратную связь. Таким образом, мы выявляли все недочеты, их устраняли. Да, это... За этот период времени, да? Да, это, конечно, вы выбрали самый эффективный путь, я принимаю связь с клиентом. Тут очень важно всегда сделать то, что нужно клиенту, а не то, что мы с вами думаем нужно клиенту. Это разные понятия. Хорошо, спасибо, Светлана. Илья Приходько спрашивает, а есть ли статистика по торговле по вашим сигналам? Ну, иными словами, какая доходность может быть показана на модельном портфеле по вашим сигналам? Илья, я благодарю вас за этот вопрос. Всю нашу торговую статистику вы можете посмотреть на нашем сайте. Там выложена торговая статистика за все два с половиной года, которые мы торговали в реальном времени. Собственно, на что у нас и ушло вот это вот время. Да, мы в 2014 году запустились, и дальше нам нужно было какой-то период времени отработать реально. Вот, там вы увидите торговую статистику по всем портфелям. Наша прибыль за 2014 год составила от 80% до 120% в зависимости от торгового портфеля. То есть, ну, практически у наших клиентов суммы удваивались. Супер. С учетом того, что многие счета в валюте, насколько я понял, то это вообще получается супер бабки между нами, говоря. Понял вас, Светлана. Хорошо, спасибо. Илья, приходь, ссылочку я в чате дал, так посмотрите. Пожалуйста, коллеги, кто смотрит на сайте, над экраном название нашего эфира, Светлана Ширяева, SmartMoney24, на слове SmartMoney24 тоже ссылочка на сайт, естественно. Следующий вопрос такой. Владимир Костров из города Семенов, Нижний Новгород, спрашивает в 12.11. Светлана, такой вопрос. Был у меня опыт работы по аналогичной системе. И вот в чем была проблема. Светлана, я почему озвучиваю, чтобы люди, не только которые в системе, но и на сайте слышали, в чем суть вопроса. Такая у нас работа. Значит, проблема была у Владимира такая. Присылался сигнал, но в силу всевозможных задержек цена на момент входа была уже совсем невыгодная. И такая ситуация была в 90% случаев. Самое главное, что все рекомендации были интродейными. Как у вас с этим делом? Это первый вопрос, чуть позже будет и щекотливый вопрос. Но вот насколько я понимаю, Светлана, то, что вы рассказывали, что вы присылаете сигнал для размещения лимитного ордера, за несколько минут, за 10-16 минут до совершения. Это не рыночный сигнал, это как бы дорыночный сигнал. Я так понимаю. Да, Игорь, вы абсолютно правы. Все зависит от торгового портфеля, потому что на СИМ, например, сигналы выставляются в период, ну, в летнее время с 12 ночи до часу ночи, в зимнее время выставляются с часу до двух ночи. По Форексу и по ММВБ РТС сигналы приходят в течение дня. Но, я еще раз говорю, наши трейдеры работают лимитными, то есть отложенными ордерами. У человека как минимум всегда в запасе есть 10 минут. Обычно там за час, ну, раньше сигнал выставляется, да, но как минимум у человека 10 минут в запасе всегда есть. Естественно, мы не можем предсказать, как ведет себя рынок. Иногда бывает такое, что и как только выставили сигнал, сразу же нас взяли в сделку, да. Но это очень редко бывает. Сигналов у нас достаточно много. Это, опять же, из обратной связи, да, из работы с нашими клиентами, то, что мы от них слышали. Сигналов достаточно много. И даже если они в месяц пропустят один или два сигнала, там их в сделку не возьмут, да, если они не успеют, это особо не повлияет на торговую статистику, потому что месячный профит, он не содержится в одной или двух сделках. Я понял вас ясненько, Светлана. Хорошо. Следующий вопрос. Значит, есть ли партнерская программа какая-либо? Спрашивает Илья. Да. Да, Илья, я благодарю за вопрос. Партнерская программа действительно есть. Вы можете зарегистрироваться на нашем сайте двумя способами. Первый способ – как клиент, как подписчик купить подписку, да, и работать по нашим торговым сигналам. Вторая регистрация – это как партнер. Там у вас будет свой агентский кабинет, где вы можете создавать различные ссылки на те ресурсы, которые вы используете для продвижения, условно говоря, да? Игорь, вы здесь? Все хорошо? Я здесь, конечно, я просто показывал… Мне показалось, что интернет просто отпал. Вот. И, соответственно, там вы сможете разместить ссылки на все площадки, которые вы используете, и получать проценты за это. В зависимости от количества привлеченных вами клиентов, там есть различная градация, различные проценты, в том числе там есть пассивный доход. То есть человек, который однажды пришел на наш сайт и в дальнейшем продолжает брать подписку, покупать подписку, вы все равно получаете с него проценты, с его подписки. Поняли. Спасибо большое, Светлана. Ага, понятно. А вот я вывел коллеги всем на экран. Пробная версия. Есть технические, что очень важно, это очень скоро. Светлана, мы очень рады это видеть. Пробная версия, что вы можете использовать, и, по-моему, две недели, да, эта версия работает? Да, Игорь, абсолютно верно. Спасибо, что обратили на это внимание. У нас есть демо-версия. То есть каждый желающий человек может подключиться бесплатно на две недели. Бесплатная вот эта вот подписка на все торговые портфели, но к одному инструменту в каждом портфеле у вас будет доступ. Соответственно, вы можете протестировать сервис, можете посмотреть, как он работает в реальном времени. Пожалуйста. Заходите, регистрируйтесь. Все равно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я понял вас. Ну вот я вижу, регистрация здесь достаточно простая. Имя, фамилия, электронная почта, пароль. Да. Пароль. Понятно. Хорошо, хорошо. Спасибо. Значит, Людмила спрашивает, на сайте без регистрации не нашла, сколько стоит на месяц подписка на Фордс ММВБ. Коллеги, давайте мы про деньги обсудим. Уже вы напрямую будете с компанией обсуждать все-таки это такие... Игорь, простите, я скажу. Нет, если вы хотите, скажи, пожалуйста, да. Это на главной странице. Просто зайдите на главную страницу, опуститесь вниз, пожалуйста, и вы там увидите, там везде одинаковая стоимость абонементов. Понятно. Хорошо. Ну что, коллеги, я предлагаю, кстати, демку попробовать. Через пару недель обсудим, кто сколько на демо-версии заработал. Это очень важно. Это самое главное. Работает, как это работает, сколько это приносит, прежде чем принять решение. Обязательно всем советую потестировать демку. Вот. Дальше. Владимир Костров пишет с щекотливой вопросом. Значит, щекотливый вопрос. Ну, что звонили, звонили из вашей компании с предложением этого сервиса, хотя он не регистрировался. Откуда вы берете телефоны потенциальных клиентов? Ну, это такой вопрос, знаете, серьезный. В том плане, что обычно, я вам раскрою секрет, обычно, когда проводят разные конференции, если человек является спонсором, и человек, если участвует в этой конференции, то совершенно законно, на законных основаниях он получает контакты всех участников, в том числе и я, кстати говоря, когда являюсь спонсором. Вот. Есть другие мероприятия, где, поэтому, если вы когда-либо, где-либо регистрировались для получения, вернее, для участия в какой-то выставке, конференции, вебинаре с участием спонсоров и так далее, этот спонсор этого мероприятия абсолютно законно получает это, ваши контактные данные, это по закону. Вот. Это кому-то нравится, кому-то нет, ну, вот так устроена жизнь. Это я отвечаю уже из практики своей работы. Светлана, у меня к вам следующий вопрос. Вы начали работу пять лет назад. Да. В 2014 году вы запустили уже клиентов, начали обслуживать. Ну, вот, кстати говоря, массовой такой рекламы вашей, я, ну, видел несколько рекламных брошюр, вернее, рестовок на выставках, да, вот, но такой массовой рекламы я пока не замечал. Это в связи с чем? Почему вы, в общем-то, такую массовую рекламу пока откладывали вот до сегодняшнего времени, насколько я понимаю, сейчас, как вы ее начинаете? Да, абсолютно верно, Игорь. Ну, собственно, ответ примерно такой же, о котором я уже говорила. Все-таки 2015 год нам потребовался для того, чтобы найти какие-то нюансы в системе, потому что, ну, вы знаете, когда ты что-то создаешь, это кажется, ты вроде бы все прорабатываешь, все мелочи, кажется, что все идеально, все отлично, и все учли. Но когда ты запускаешь это в работу, то, во-первых, идет обратная связь от клиентов, это абсолютно другое видение. Во-вторых, могут появляться какие-то нюансы. Собственно, это же самое и происходило. То есть в работе в системе находились какие-то нюансы, и мы над ними работали. Мы хотели быть уверенными на 200% просто в своем сервисе, в своих услугах, когда собирались запускать это уже как бы в широкие массы. Нам нужно было быть уверенными. Любой проект, он вообще любое дело в этой жизни, оно должно просуществовать какое-то время, утвердиться на рынке для того, чтобы доказать свою состоятельность, доказать, что оно имеет право на жизнь, либо перестать существовать. И наш сервис просуществовал достаточно долго. У нас есть большое количество откликов от наших клиентов, положительное. Теперь мы уверены на 200%, и мы можем смело идти вперед и предлагать это всем остальным. Понял. То есть вы, прежде чем убедить других людей поверить в ваш сервис, вы предпочли поверить самим, все до конца досконально освоить, увидеть реакцию рынка и только после этого выкатывать мощную рекламу. Ну что могу сказать? Здорово, здорово. Мы приветствуем ваш подход. И итоговый вопрос сегодняшнего дня у меня такой, Светлана. Мы с вами обсуждали раньше эту тему, возможность, может быть, бесплатного предоставления услуги в частичной форме на месяц для клиентов. Получилось ли продвинуться в этой стороне? Потому что, на мой взгляд, помимо демо-версии и, так сказать, какую-то ограниченную реальную версию, ту идею, которую мы обсуждали, было бы очень здорово. Получилось ли убедить, так сказать, всех членов команды предоставить такую услугу? Игорь, благодарю вас еще раз за вопрос. Да, друзья, я хочу порадовать всех, потому что в ближайшем будущем, в очень ближайшем будущем мы решили сделать акцию. Мы сделаем бесплатную подписку на наши торговые сигналы. Она будет предоставлена на месяц. То есть все желающие абсолютно бесплатно могут подключиться к нашим сигналам и заработать вместе с нами. Когда это произойдет, пока что не могу сказать. Это будет очень скоро. Но когда именно, я обязательно сообщу. Отлично. Вам и нашим с вами слушателям. Стеклана, я предлагаю озвучить это, сделать первый анонс этой услуги на E-Trade TV. В любое время вы звоните, говорите, Игорь, я готова через 10 минут выйти озвучить. Я все остановлю, потому что это хороший день. Очень рады. И, так сказать, мы будем тоже рады это услышать и применить. Отлично. Отлично. Я очень рад, что появляются молодые энергичные команды с новыми сервисами. И мы будем очень внимательно следить за вашей работой. Я надеюсь, через две недели те из наших коллег, которые сейчас подписываются на демо-версию, уже первый какой-то у нас будет. И с этого начнем наше сотрудничество. Спасибо. Игорь, можно, пожалуйста, буквально одну секунду. Вот Павел и Владимир и все остальные, кто пишет нам вопросы, говорят вопросы. Друзья, у нас есть техподдержка, координаты ее можете найти на сайте. Все вопросы, пожалуйста, туда задавайте. В прямом эфире, к сожалению, не потратишь большого количества времени для того, чтобы дать развернутые ответы. На техподдержке мы стараемся ответить на все вопросы очень глубоко. Поэтому все вопросы, пожалуйста, туда задавайте. Всем будет отвечено обязательно. Отлично. Коллеги, я еще раз предложил в чате ссылочку на сервис SmartMoney24. Светлана, вам огромное спасибо. Очень интересно. Удачи вам на рынке и хорошего дня сегодня. Благодарю. Благодарю вас, Игорь. И вам тоже удачного дня и всем слушателям солнечного настроения. Спасибо огромное. До свидания. До свидания.